Слава здорова, дамы и господа, на связи Роман канал Фрисенгеймс. Мы продолжаем с вами Ведьмака играть и отправляемся поговорить с Гильомом о своём... В своём шатре точно, я думал о своём шатре, думаю, а с Хиралем мы будем о шатре разговаривать. А где какая-то кобыла? Погнали, рогатая моя скотинка. Сегодня, как я понимаю, мы закончим, наверное, рыцарский турнир, возможно, нет, и будем дальше выполнять задания дополнительные, пока у нас есть на то время, потому что, когда выйдет Киберпанк, то, следовательно, у нас будут некоторые трудности, потому что нам придётся пропускать либо Ведьмака, либо Сабнафтику. Вот, либо... Ну, наверное, всё-таки Сабнафтика будет через день выходить с Ведьмаком. Не знаю, посмотрим. Ведьмака, по идее, можно каждый день пустить, а Сабнафтику временно опустить, если быть точнее, потому что Ведьмака не так много-то и осталось. А, подожди, ты же Гильем. Короче, посмотрим. Наверное, Ведьмака мы оставим пока на постоянной основе, как и предполагалось. Мои проблемы. Иди ей, расскажи, захочет, расскажет. Да, Златовласка. Понял. В смысле, я же побеждаю. Или ты договорился с Вивиеной, у меня за спиной до турнира тебе и дела нет. Чё? Ты ёбнутый, Златовласка. Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Вивиена всё равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае, встреться с остальными рыцарями из твоей дружины. Они сейчас у входа на арену, недалеко от учебного поля. Понял. Спасибо. А за коим хреном, позволь меня спросить? Не, серьёзно, а зачем? У нас сейчас вроде как должна быть финальная битва вот с этим двухметровым. То есть, как бы, я не вижу смысла. Ну ладно. А, всё, день. Ранее утро, нихера прикольно. Мы уже знаем состав обеих команд. Я капитан твоей. Это значит, что во время боя ты должен слушать меня. Ясно? Ну ладно. Дружину противника поведёт Пальмирин Делон Фальк. Этим боем мы вспоминаем битву 218 года под Лисими Ямами, когда разбойничая Ватага Южан под началом Халара Бурова напала на Тусен, а рыцари отбили атаку и тем создали прецедент. С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Пальмирин вытянул короткую соломинку. Значит, его дружина будет за варваров. Вопросы есть? Да нет. Если мечом будешь махать так же ловко, как стрелял, мы победим. Удачи! А мне же переодеться, наверное, надо. Время пришло, судари мои. Берём оружие, выходим на арену. Не, так подождите, я не переоделся, я немножко не готов. Ребят, подождите. Или это похуй? Арена представляет командные бои. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет соперников своих. К тому же добродетель в сражении не указ. Пускай навеки проклят, тот будет в сей же час. Раз я о всём об этом уже поведал вам, хочу почтить приветом цветник прекрасных дал. Эта битва решит, кто сойдётся в финале. Остальным же будем суждены лишь печаль. Ладно, будем в этом костюме сражаться. Ну а что поделать? Хуя, вот не, или лучше... А, я не могу это сделать. Подожди, или могу? Не, я не могу сделать. Ладно, хотя бы подхиляться могу. Спокойно. Ой-ой-ой-ой, месиво, всё пошло месиво. Пошла жара. Бля, меня этот с палкой сейчас затыкает. Так, всё, минус один. Всё, пиздец, я отхватил люлей. Давай заново. Как в жизни победитель, быть может, лишь один, сегодня выиграл битву достойный Пальмирин. Его бойцы отважно сражались, словно львы. Все ждут аплодисментов. Похлопайте и вы. Вообще-то немного нечестно. Ладно, я два состязания из трёх выиграл. Чё за херня? Да нихуя. Сударь Равикс с сильнейшим не померится с силой. Хоть надежд было много, очков не хватило. А всех тех, у кого уже сил не осталось, ждут шатры и напитков божественных. Сладкость. Не работает так система. Ничего подобного. Давай загружайся обратно, слышь. Игра. Я против. Протестую. Бунт. Бунт. Да, ну ёптель начинается. Да мы это сейчас всё равно в любом случае... Ну ладно, сейчас посмотрим, а потом я пойду выиграю и ещё раз перес... А потом на пропусках уже это посмотрим. Здравствуй, госпожа. Ты решилась? Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности, а потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо Иволги, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ты его отложила. Можешь объяснить, в чём заключается ритуал? Да, но... У твоего шатра вдруг выросли уши. В смысле? Покажись, Гильон. Я слышу, как ты дышишь. Я знаю, что это ты. Ох, нихуяся. Что ты тут делаешь, Ирицарь? Это личный разговор. Геральт, что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? Ничего я не замышляю. Это он меня нанял, но дело касается тебя, а не его. В любом случае, я его не приглашаю. Я очень удивился, что он пришёл. Я здесь. Чтобы служить тебе, госпожа. Я к твоим услугам. Я сделаю всё, что ты пожелаешь. И что, это всё? Всё, что ты можешь сказать? Тебе что, мало? Ну, собственно, да. Так сделаешь всё, что пожелаю? Хорошо же. Слушай. Ты выйдешь сейчас из этого шатра, развернёшься к северным рубежам княжества, и будешь бежать, пока турнирные поля не скроются из виду. Вернёшься ты лишь тогда, когда остынешь, и навсегда оставишь меня в покое. Ты понял? Жёстко. Госпожа, но твоё несчастье, я хотел, потому как ведьмак... Прочь! Сейчас же! Ты говорил, что я могу тебе доверять. А я ничего ж не сказал. Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал. Он тебя нанял. Ты должен был отчитаться перед ним. Но это не его дело, Геральт. Это моя жизнь. Я ничего не сказал. Ты уверена, что поступила верно? Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведём ритуалы с отражением в воде. Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твоё проклятие. Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт. На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия восторженных рыцарей. Так, подожди, я ещё не готов. Я понимаю, снять проклятие – дело непростое даже для ведьмака. Но я уже приняла решение и ничего не боюсь. Вернись ко мне, когда будешь готов. Ладно, хорошо. Давай загрузимся для начала. Где контрольная точка? Бляха, а какая из них? Наверное, вот эта. 1.22, да. Но если загрузимся чуть пораньше, то ничего страшного. Мы, в принципе, на пробел натыкаем, пропустим все эти речи и можем дальше отправляться. Я понял. Здоровье-то восстанавливается, восстанавливается, но у нас не работают ведьмачьи способности. То есть у нас бессмертия, перерождения нету. То есть проиграли, всё, проиграли. Следовательно, надо очень аккуратно пытаться как-то парировать, я не знаю, уворачиваться, будьте здрасте. То есть надо очень всё это аккуратно делать. Там 4 соперника, 3 союзника. То есть 4 на 4, стенка на стенку. По идее, они же тоже бьют, они тоже наносят урон. То есть мы можем подойти, ударить, отойти, где-то там подождать. Но опять же, ждать не хочется, понимаешь? Если они вчетвером утыкают моих троих, то тогда я останусь один против четверых. А это вообще пиздец. А там ещё один щитовик. А щитовика мне не уделать без аксия. А аксия у меня нет, мне нельзя им пользоваться. Не, он... Может, или можно, я не знаю. Да не, меня выгонят с турнира нахер. Какой аксия? Это же рыцарский турнир, а не поединок ведьмаков. Да, 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 да. Ага, 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 ага. Да. Ага. Всё, я готов. Да, видишь, мне нельзя... А, подожди, пять на пять. А чё мне показалось, что четыре на четыре? Ой, так и щитовик наш хорош. Всё, им пизда. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А у меня уже всё, одного отпиз... Двоих отпиздунили. Остался только Равикс. Шутить не стоит, шусть. Но встанет ли на поле, коль прочь принесет? А, ну классно, пацаны, вы, конечно, придумали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так вот, это плохо. Но это с копьём, конечно, жалкое зрелище. Ну, ну как сказать? А, или ты про себя? Так, всё, остался братишка мой. Барон Пельмень. Ой-ой-ой-ой, тихо, Пельмень, ты успокойся. Гераль, кинь у него оглушение разок. Ору. Ух! Вот это я случай... Я случай... Бляха, я походу переборщил. Прости, Пельмень. Я серьёзно не хотел тебе по хлебальнику засовывать, прессовывать. Торога, сил как у льва, и ещё немного. Ага. Быть первым в каждом споре дала судьба ему. В последнем испытании сразиться должен он с могучим Грегуаром, что ныне чемпион на той земле, где славный турнира миф рождёт. А всех тех, у кого уже сил не осталось, это мы слышали. Ждут шатры, прости, Пельмень, я не специально. Бляха, обидно, что Геральт ему по черепу зарядил. А может, такая игра и задумана, но как бы он никого остальных-то не вырубал, а этого взял и вырубил ему. Такой дружеский по-по-по-по-по-хлебальнику заезд. Бедняха. Бедняха, бедняга. А, подожди, прям сейчас? Серьёзно? А я не кто? Да. Чтоб тебя на кол посадили. Я не знаю, почему он меня раздражает. Прибывший из черторога. Из этих дальних краёв сюда его привела дорога. Уже на вытоптанную землю выходит гигант славный. Это Грегуар де Грагон, герой и победитель дам. А он точно человек? Счастье обоим соперникам. Мне кажется, он не человек нихуя. Два гиганта стоят из-под лобья, как волкник зирая. Кто же выдержит это? А кто побежит, словно заяц? Дамы и господа! Наш предпринимательство! Ни хуя себе! Не иметь, что сверст куда? Не мой герой, фрегуар де Грагон! Тихо! А теперь несколько слов от одного из наших спонсоров. Венодельник Тихо! Тихо! Какой спонсор нахуй! Вино столовое, вкусное, здорово! Ты рекламу впихнул, фрикей? Все, я красавчик, я победил. Благородный Рабикс из Черторога! Победитель турнира этого года! Победил Грегуара де Горгон! Это невероятно! Да, он так-то хуевый был. Легкий до безобразия. Ну, с ноги он, конечно, мощно бьет. Давай мне приз, трофей там, статуэтку. О-о-о! Как покровительница турнира, я имею честь наградить победителя. Он поклялся подвязкой княгини Анны Генриетты. Ага. И благосклонность княгины, без сомнения, помогла ему одержать эту блестящую победу. Он отличился большой отвагой, силой и спокойствием. Сражался по рыцарству, с честью. И читерством. Поэтому ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года. Нужно поговорить. Мы сейчас. Мощь в моем шагу. У меня еще остались обязанности. И у тебя тоже. Мы тебя с мамой поможем. Можем. 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 Хорош, новый меч. Не, ну прикольно. Я так и думал, что меч подарят. Потому что с каждым соревнованием приз подходил под соревнования. Стрельба, арбалет, скачки, седло, рыцарские бои, меч. Ну, либо доспехи должны были быть, но доспехи мне и так на халяву дали. А, так, погоди, это мы уже знаем. Да, погоди. Да, ну. Хоть. Что ты тут? Так, у Гильяма доброе намерение. А что если сказать у Гильяма доброе намерение? Гильям тебе не враг. Да, в любопытстве мало чести, но он хочет добра. Ты правильно догадалась, это он нанял меня. Только потому что хотел тебе помочь. Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа. Это я уже слышал. И что, это все? Ага. Так сделаешь все, что... Хорошо же. А, так одно и то же, в принципе, не зависит. Чтобы мы не выбрали. Госпожа. Прочь. Сейчас. Понятно. Бляха, ну это обидно, если честно. Ты говорил, что я могу тебе доверять. Естественно. Я не... Он... Так. Ты уверен? Без него мы не... Ну это мы уже все слышали. Поэтому мы можем пропускать, и можно идти искать яйцо и елки. Бля, это мы ж не слышали, зачем нет? Я не увидела гнездо на лужаке, где мы разговаривали. Но прежде чем мы пойдем, скажи, что станет с птенцом? Сдохнет. Нам придется разбить яйцо. О. Не жалко тебе птичку? Всех ждет счастливый конец, ты сама говорила. А исполнение мечты требует жертв. Я знаю. Хорошо. Пойдем. Птичку тебе не жалко, да? Вот ты ж сучка. Давай-давай, беги быстрее, яйца свои прячь. А то я сейчас приду, я расхититель гнезд теперь. Раньше гробницы расхищал, а сейчас буду гнезда птичьи разворовывать. Интересно, а вот этот... А, это этот? Дурной? Нет. Доспех наш, который именной, его можно прокачивать, интересно? Было бы прикольно, прикинь, если бы его можно было бы прокачивать. Чтобы он стал уровнем ведьмака. Потому что выглядит-то он весьма неплохо. Так, погоди... О... Не, ну он, естественно, неплох. Боевой молот у сынского рыцаря. У меня из-за меча перевес теперь. Бляха, шкуры, шкуры, шкуры же надо скинуть. Я все время забываю про шкуры. А где у меня эти шкуры-то вообще находятся? Свиная шкура. Так они весят 4 килограмма, 3 килограмма, 8 килограмм. Лошадиная шкура, ебать. Так она денег стоит, будьте здрасте. Не, нахер, давай я что-нибудь на килограмм скину. Какого-нибудь говнеца. О, тупой топор. Во, все. Можем нормально ходить. Пойдем. Неужели пантера будет яйцо это жрать? Она же его не заметит. Какая пантера, а какое яичко. Успел мясо и шкуру хапнуть лишнюю. Я сухая на мох. Сними, все хорошо. Но одно треснуло. Но одно-то нормально. Какого-то? Вполне. Ну, сорян. Прости. Что мне делать? Не знаю. Для порядка спрошу еще раз. Ты точно хочешь это сделать? Если все удастся, изменения будут необратимы. И, вероятно, тебе останется лет семь жизни. И больше. Семь лет без страха, что кто-то увидит меня в неподходящий момент. Без клейма выродка и чудовища. Семь лет настоящей жизни. Да, Герой. Я точно хочу это сделать. Хорошо. Соберись. Держи яйцо и повтори за мной. Муанна Гэндэхрау. Муанна Финнерат. Муанна Гэндэрау. Муанна Финнерат. Муанна Гэндэрау. Муанна Финнерат. Муанна Гэндэрау. Муанна Финнерат. ох ебать она голенькая опять контент попрет прикинь сейчас гильем найдет валяются вдвоем тут таки что обязательно я смогу ходить на баллы я поеду в актинфурт или даже в навигра спасибо ведьмак благодари гилью это у меня на чтобы тебе помочь кстати да ебнулась что ли он же на север ускакал может лучше ты сама это ему скажешь вот ты стерва конечно шкура блять ты ему так то всем обязана слышь отправила его на север еще и даже спасибо самос ой бляха ты баба ебаная просто писос не ну нельзя такой быть это очень некрасиво это очень низкая даже сказал не то чтобы некрасиво а как же вот это вот рыцарство вот это вот все или она тебя не касается слышь придворная дама барышня были слов нет ну падла что тебе могу сказать просто падла ах а сейчас день ночь что у нас почему на звезды вроде как и темно вроде и и светло что такое ну пошли на нормально здесь пройдем тупи копыта свои помоешь так погоди она в любом случае же сюда опа вот и все ты мне доверяй я тебя проведу через любые реки тропы леса поляны луга вообще все что хочешь и не хочешь я знаю на лучшие маршруты у свинья ну нахуй мы не будем сражаться пусть рыцари кабанов гоняют я пас так а где мне гильяма то искать че случилось любовь моя кабан напал на кого-то а выиграешь да геральт что с вивианной я снял проклятие правда теперь все будет хорошо она поправится она просила передать тебе спасибо благодаря тебе она может жить нормальной жизнью хорошо но что с ней маха вивиана выбрала то что хотела теперь она свободна и мне кажется счастлива без меня ты помог ей но это не значит что она должна была тебя полюбить как любит говорить мой знакомый поэт если кого-то любишь позволь ему улететь знаешь что геральт возьми ты ее заслужил оставь свои советы при себе прощай я-то тут причем что-то на меня бы щишь мудила блять о паховчик вообще ненавижу вот какого хера вы на ведьмок это все гоните что он вам сделал мудаки перемена используем еще пройти по следу грабителя используя найти подсказки обнаружить лабораторию кстати точно муж как раз мара хотели сделать так мне бы купец где тут есть купец в ближайшую я тут нет купца на мне нужен купец шкуры впихнуть кому-нибудь продать и я думаю что стоит сгонять все-таки домой а вот у меня кстати и дом ну давай сюда скинем чего-нибудь чего-нибудь кого-нибудь куда-нибудь лишнее не будем с собой таскать но арбалет конечно тебе лишний брат надо убрать я понимаю что это как бы оружие вот это все эти все дела но я думаю что мы и без него справимся так стойка для доспехов стойки моя чем у меня все стойки для доспехов то заняты что а щит повесил молодец погоди туссенский арбалет это я продам его все элегантно это мне не надо погоди стой так а забери щитка а вот ты куда поставил его на не погодя можно из его с верхней полки забрать давай на нижнюю поставим не вообще давай отсюда заберем поставим а здесь некуда трофей ставить здесь трофеи ставить не куда стойка для мечей о вот сюда точно хорош доспехи на какие-то доспехи снять школы волка но там у нас грасмейстерский стоит а здесь обычная но подожди что-то твоим вот этот поставим он так сказать в память и меч вот сюда золотой тоже впихнем а чё у нас две одинаковые школы волка же правильно тоже ведь не интересно так ты 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 на продажу пойдешь ты туда же у нас все и желтая краска и синяя краска на кухер погодя по камням меня что у меня все камни стоят которые нужны в мечах а оглушение и заморозка горение еще одно оглушение и равновесие ну блин ну хер знает надо вообще так то по идее какой-то третий камень вставить но не обязательно кстати вот это тоже надо снять а я могу арбалет а стойка для мечей же арбалет сюда я не могу запихнуть обидно так ладно тогда давай знаешь что сделаем мы тогда арбалетец наш перекинем сюда не хочу с ним ходить честно и не вижу смысла так тебя тоже скинем скинем знаешь что я хочу сделать лопату меня просили запихнуть лопату ну давай тогда ирис поставим тени не знаю что такое щитовод а вы что такое мелких противник почему вы откуда вы взялись и почему я вас не продал уже все ничего не помню так стойка для мечей вот ирис а как а а лопату нельзя херово погоди 10 процентов от нанесенного урона слушая что если нам скомбинировать точно мы каждый раз при ударе будем восстанавливать здоровье когда убиваем соперника будем еще восстанавливать 4 процента здоровья если оденем маску то это правда будет 5 кстати а куда маска делась подожди не понял а вот она все здесь так ладушки допустим нет я могу сделать естественно так задание не хочу краски желтая краска не буду я делать не буду желтую краску делать все помчали а мне насрать что у тебя дочка есть а если я сниму серебряный меч тогда и ножны слетают вот это прям хорошо но нет серебряный меч мне пригодится иначе я чудовище не смогу лупить так вот работай я же тебя не запрещаю так мне надо сюдыть а здесь у нас есть купец да давай тогда метинские ворота и там потом пройдемся там продадим шкуры 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 все попродаем шкуры нахрен не покоя нам не дают все опять же нам и деньги то не нужны но просто избавиться сколько у нас вообще так-то суммарно бабла 6000 так-то мало если мы захотим еще один гроссмейстерский сет какой-то собрать то конечно не хватит нам денег абсолютно ни разу очень дорого будет очень дорого будет так а давай расчехляй свои эти лавки я тебе буду продавать тебя денег я знаю много покажи несколько шкуры шкур а чё ты его не поставил точно я его забыл поставить погоди а я тебе разве не могу шкуру продать ну ладно не могу бывай а это я со шкурами для ремесла спутал ну погоди здесь любом случае есть торговец макер жангу и людовик вот здесь так ты шторгуешь но мне похуй сколько у тебя денег ой еба картины хорош так подожди мне сначала тебя надо продать вот эти шкуры цены конечно у тебя кошмар у меня шкур конечно вот еще есть а ты тоже шкура они это зубы ну перепутал с кем не бывает точно ложек же еще насобирал херова куку его давай ложки все попродаём кайло так ладно денег до жопы почем картины ой так они нихера не стоят да надо будет посчитать сколько мне суммарно надо картин и затариться картинками все окей я понял но это опять надо домой домой я пока не хочу возвращаться только оттуда пришли да не окей ты нормально все будет гляжу гляжу я думал ты мне сейчас песню фредди крюгера споешь только в переделку на ведьмака но нет следы ног узкие глубокие кто-то небольшой и легкий может женщина а может ребенок профессор мне в поисках не поможет ни хуя в таком состоянии уж точно мать прервался интересно тот кто обобрал гробницу нашел что-нибудь еще больше я здесь ничего не узнаю посмотрим что скажет карта трис кстати эпитафия тоже упоминала айлирен и долны в д долину девяти на карте трис найти где находится неудо карта трис ёб твоя где искать карта трис а где искать то где эта карта фито демиана так не погоди это записки письмо с заказами а как где карта то только у меня только карты тусэн то есть серьезно не понял место отмеченное на карте сейчас помогу там теперь санс риту наверное есть долина девяти попробуй там осмотреться ну хорошо то есть карта тусэн то это все таки оно и есть да ну поехали через кладбище я и думаю что за карта трис ну ладно нашли уже хорошо чего чего есть тут кто вы хоть в жопу ёж в жопу ёж а как ты сидишь при этом в жопу ёж ни хера себе если морской ёж то это еще хуже потому что у него иголки на конце короче с такими как бы зазубринами то есть они работают по принципу гарпуна иголку загнать можно но вот достать оттуда ее не так что и просто поэтому в жопу ёж это пиздец оооооооооооо хорош вот ты мне нравишься роголистник погоди я так просто отсюда не уплыву конечно ты же пошел нахер бляха у меня арбалета то нет это меч нашел мы тут еще есть сундуки наверное имеет место бляха давай всплывем чтобы не сдохнуть и еще раз погрузимся на вы кстати я совсем забыл про утопцев про летающих то я не забыл а вот про утопцев с я забыл про подводных тварей которые мне будут мешать жить я не рассчитывал что нам придется под водой еще нырять цены отстаньте а то лопатой уебу почему под водой не может замахнуться конечно скотина так там еще один сундученский у ее ее воздух 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 кислород дышать хочу дышать люблю да отстань ты от меня пацаны но мы же все знаем что вы меня не уделаете поэтому давайте вы как бы отъебетесь по-хорошему а я не буду возвращаться домой за арбалетом для того чтобы вас перетекивать окей окей мой красная краска допустим череп брать не надо было а геральт всплывай там есть еще чего взять здесь прям прикольно здесь прям дорого-богато где-то я еще видел сундучок не видел видел показалось да да опа хорош куда-то я попал слушай мы меч какой-то нашли ведь ты чё ты чё геральт 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 бляха все его заклинило походу пиздец все поплыли геральт серьезно прекращай все нормально заработала значит я попробовал я попробовал выйти обратно это у меня игра вообще зависла и вылетела не знаю брат но плющила тебя конечно просто жестко и давай так больше не будем делать ладно зеленая красочка так чё за мечты мы новый с тобой нашли тор херн а это мы уже знаем это все понятно бляха у меня же есть арбалет ну пусть пока будет пусть пока будет ладно слушай этот арбалет кстати подходит под костюмчик но еще немного красненький а почему бы и нет пики торчащие земли ёптвоё ух глядь еще какой-то меч нашли мелких допустим вы краской прям вообще до жопы ой да ладно красная краской ты реликт понял блять чуть не попался не люблю я все эти у ворот и тайминги медная руда это хорошо я получается мог был еще здесь пройти до да ладно геральт как это как он был захерил что все котов любят минус 1 минус 2 бляха и даже взять ничего а нет есть сундучинский ох ты что такое так что-то я окончательно запутался я значит еще хотел посмотреть мне стало интересно тупая метеоритная секира по идее там метеоритное серебро наверное из нее можно достать но по идее зачем мне это больше надо у у у у у aud文 в последнее время очень много всяких мечелей мечей падает ам гляди найдем что нибудь эпическое ты что такое дневник профессора моро нашел и что так вот это наверное надо расхреначить чё там поджечь ну ладно давай это мы уже сделаем тогда в следующей серии потому что я не знаю насколько долго там еще мы будем возиться поэтому если интересно то обязательно подписывайся жду тебя в комментариях ставь лайк если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и до новых игр